Сегодня был офигенный день, я был в парикмахерской, сделал себе стригу, по вискам видно, да, что ничего не висит. Пошел в тренажерный зал, звонит Наталочка, говорит, в небо он заехал, новая коллекция, приезжай, выбирай себе что-то, я тебе подарю. Думаю, заеду, гляну, может, что-то ему нравится. Ребеди, ну все, я уже приехал, как Наталья Бусенко. Наташа, ты мне звонила, говоришь, приезжай, новая коллекция, выбирай, я тебе что-то подарю. Привет. Наташка, я все могу смотреть? Все, в пределах разумного. Так, кеды, кеды, да? Кеды, да? Кеды вот такие мне понравились. 4К, Наташка, ты что, гонишь? Мне уже кроссовки эти не нравятся, тем более, смотри, они уже закосяченные. Как мы будем их брать? Короче, померяем сейчас футболочки, маечки, шортики. Шопинку Наташки. Так, меряем первую обувь. Они на мне, наверное, большие. Как смотрите, скажи. Да, хорошо. Хорошо, реально? Ну, сзади посмотри, ся в зеркало. И мягкие. Ой, не больная вообще. А если попробовать размер? На полразмера меньше. Да? Можно. Давай, работай. На полразмера меньше. Ну, а что, она на работе? А я клиент. А мы там влюблены, а здесь нет. Быстрее, девушка. Да, ты будешь мне выносить, ты понимаешь? Я сейчас клиент. Я сейчас клиент. Я пришел, я хочу себе обувь мерить. Давай, девушка. Ты сейчас хочешь услышать, как я со всеми разговариваю? Ты что, охуела, сука? Нести размер. Я же тебе любимая, пожалуйста. Ребятки, как вам? Те 50 человек, которые меня смотрят, как вам? Смотри, как походка поменялась. Трио. А помнишь, как меня учил в Китай ТИП ходить? Помнишь? Так, ну что, эти ты мне даришь, да? Давай еще черное померяем. Дорогие друзья, вот смотрите. Все-таки черные кроссовки буду брать. И вот сейчас померял первую маечку оранжевую под кроссовки. И дальше будет вот такая вот салатовая. Как вы думаете, какая победит? Наверное, вот эта, да? Сейчас узнаем. И вот вторая маечка. Ну, явный лидер, да, ребятки? Все, берем вот эту. Берем вот эти кроссовки. И берем вот эту маечку. Что-то я еще буду мерить? Шортики? А если эта девочка разрешит мне? Окей, шорт. Что-то беговые шортики. Блин, если у меня были такие шорти, когда я выступал, я был бы мастером спорта международного класса. Честное слово. Моя примерка закончилась. Сейчас будет примерять Наталочка моя. Натали себе понабирала шмот, я уже, чтобы примерить. Хочет меня на бабки развести. Я говорю, заходи, малыш, я тебе куплю что-то. Чувствую, я уже попал. Да нет, это... Можно там, не знаю, помидоры поливать. А, сейчас, смотрите, Наташа себе кепку выбрала. Сильно, как вам нравится? Наташа говорит, что вот эти кроссовки ей не очень. А мне прям топчик. У пацанов вообще выбора ноль, я вам серьезно говорю. Давай, малыш, в мире уже. Наталья наконец-то надела свой размерчик. Ты куда? Василиса, вернись. А, чтобы я тебя сфоткал? А тебе нравится? Мне нравится, берем. Тебе нравится? Да. Все, однозначно, берем. А, так я еще не заметил, там еще и обувь есть. Да нет. Ничего себе. Пожалуйста, берем комплект, да? Да. Мы в косарь влезем, да, надеюсь? Два? Три. Три? Вот это все? Наташка будет в сториз, в сториз. Пойдет, Наташка, берем. А вот еще один костюмчик. А, ну покрутись. Покрутись. Я даже скажу, мне больше этот нравится, чем тот. А ты что скажешь? Ну, если бы она была бледная какая-то, то была как бы очень. А я тебе вот, ну да, вот тебе кроссовую, блядь. Мне этот комплект больше нравится, чем тот. А ты что скажешь, персик у тебя больше нравится? Ну, давай персиковый. Ну, все 50 человек, которые меня смотрят, они скажут, что вот этот костюмчик лучше. И обувь круче здесь. Она как не умеет танцевать, а трещу и двигается. Позор. Вот как надо. Я научу тебя. Уважаемые мужчины, которые сейчас это смотрят видео, как вы считаете, можно вот таких вот подтрусников ходить по городу? А ну, выйди, пожалуйста, вперед. И ты бы вот так ходила, да, в них? Мне кажется, в зал, да, в зал, в гуд. А вот так вот ходить по городу, мне кажется, это дебилизм. Это мнение парня, которому 31. Я видел много в своей жизни. Смотри, смотри, смотри. Ну, кошмар просто, да? Ну, это ты что, гонишь? Блядь, конечно, нет. А оттуда стороной повернусь? Все, давай, заходи, показуй топик. Скажи это в камеру. Скажи это в камеру. Это не твое. Это не твое. Скажите честно мне, вот честно, не врите мне. Вот это оба вам нравится? Фу. Мне очень. Смотри, Наташа, реакция. Не, вот эти лучше. Вот это крутая, а вот это фу. А вот это вам как? Класс. Вот это класс, да? Вот это класс, да? А хорошо ли вот это оба? Вот это, честно. Ну, честно скажи. Ну, честно скажи. Ну, я не люблю леопард просто. А, ну и все. Тебе не нравится, да? Тебе больше вот эти заходят? Если кеды, то да. Вот эти. Вот эти тебе как? Я вот эти хочу. Мне вот эти нравятся. Яебу, блядь. Что у вас по вкусу вообще? Я хер его знаю. Давай, виделись. Что там происходит? Кеды, это спортивные. А что ж ты мне не показываешь? Это другие. Так, другие. В таких ты хочешь ходить или тренироваться? Нет, это я хочу. Тренироваться нормально. Ну, тренироваться здорово. Фух, я думал, от меня все скрывают. Мне пришлось бежать. Я хотела, чтобы ты этого хочешь. Я не знаю. Что это за подстава, малыш? В смысле? Ага-ага. Машинка приехала красная. Террари. Наталья Николаевна, я поздравляю вас. Рабочий день закончен. Два дня выходных. А сейчас мы с вами едем к нашему сережке. Будем крить коляшечку. И играть нарды. И играть нарды. Всем хорошего вечера. Малыш, вопрос. Да? Тебе больше нравится такая погода? Или чтобы сейчас был снег? Ну, лучше снег, чем такая погода. В смысле? Лучше такая погода. Весенний дождик капает. Смотрите. Ну, нормально все. Если мы были вдвоем в кроватке, фильмы, пути сладостей. Пусть снега шаг разный. То да. Пусть такая будет погода. Но когда мы идем по улице, пусть будет снежок. Будет весело. Весело? В снежке поиграть. И я тебе на улицу. Наконец-то. Короче, я снег, блядь, как ненавидел, так и ненавижу. Снег, иди нахер. Я тебя ненавижу вообще. Нахер ты появился в моей жизни. Почему я не африканец? Почему я не живу в Китае, на острове Хайнань? Короче, Малыш, не люблю я снег. А все равно мы сейчас будем веселиться и сейчас пойдем кулешкой курить. А день рождения? Смотри, как прикольно. В декабре. Ты хотела... Зимой. Хотела что? На день рождения снег? Так нужно было заказать у дилера. Он бы тебе привез. Ребятки, крайнее видео в сегодняшнем дне. Встретились с Сережкой. Сейчас будем играть в нарды, курить колешечку. Наташке выходные два дня, а я начинаю работать четыре дня подряд. Форсаж, Позитив, Диск Радио Холл, Диск Радио Холл. Всем приятных снов, всем здоровья, приятного аппетита. Не знаю, чем вы занимаетесь, а самое главное, будьте счастливы. Славим была Наташка в восемь, и у меня все виталочки. И Сережка сладенький. Доброй ночи, мы начинаем. Это Форсаж. Всем яркой ночи. Только 12, посмотри, сколько людей Форсажей. А мы с моей маленькими девочками продолжаем веселиться. Мы с молодым человеком подняли тему, что ему через пять часов на работу. И ему еще нужно 150 грамм водки. Пожалуйста. Давай, бармен, гуляй на все. Как раз перед работой нормально. Я не знаю, чтобы потерять 2000 грамм водки. Мляшка. Меня еще не выполнили. И сладный алкоголь только мне сегодня. Старик, нужно исправляться. Нужно из наливайки в барика расти уже. А вы поющий бармен? Нет, глющий. Пать. Петя, ты снимаешь. Ты мне, что с тобой? Что с тобой? Говорят, что этот мальчик умеет сводить людей. Посмотрите, что он творит на баре. Там такие амуры перегарные летят. Да, да, да. Именно туда. Сколько вещей? Да. Говорят, когда он наливает, люди потом влюбляются. Правда? Не только влюбляются. Они только влюбляются. Но и еще и попадают на бабки, наверное. Спасибо. А почему бармен не улыбается? Своим алкрустинку. Самая опасная профессия, старик. Самая опасная. Андрей, рядом красивая женщина, алкоголь и много стекла. Можно влюбиться и вены себе вскрыть. Я думал, он не ведется. Влюбляет у него рука, дядя. Влюбляясь в них женщины, бегают. Не топите. Папа, как хотел. Папец. Ребята, на этом яркая ночь фасажа заканчивается. Всем хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok